Итак, вопрос, конец это или не конец? То есть процентная ставка упала в ноль, инфляция опустилась в ноль, безработица взлетела в космос. И вопрос, а что делать? Почему мы говорим о закате эпохи золотого века для инвестирования? Вообще, на что обращают инвесторы внимание? Инвесторы обращают внимание на то, что правительство многих стран сделали льготы. То есть они напрямую дали деньги малому бизнесу, среднему бизнесу, платят пособие по безработице. И если говорить о том, что же сейчас произошло, сейчас у нас происходит увеличение денежной массы. В Соединенных Штатах Америки, то есть денежная масса М2 составляет сейчас порядка 15,5 триллионов долларов. При этом Федеральная резервная система США за апрель-май месяц напечатала 3 триллиона долларов. То есть увеличив тем самым практически денежную массу на 3 триллиона. Что я вам хочу этими графиками показать? Инфляция, красный график, упала. Хотя она, по идее, должна расти, потому что происходит увеличение объема денежной массы. То есть просто сейчас и Центральный банк Германии, и Центральный банк Европы, и Банк Японии, то есть все сейчас печатают деньги, все сейчас предоставляют ликвидность. Если у вас увеличивается количество денег, денежной массы, то это же должно привести к инфляции. Почему тогда на графике инфляция падает, друзья? Как считаете? Денежные средства, они напечатаны, они через банки поступили гражданам, но граждане сидят дома, они сидят на карантине, они не верят, они не знают, будет вторая волна пандемии, не будет второй волны пандемии. Будет у них работа через два месяца или не будет у них работа через два месяца. И получается, что наряду с тем, что увеличивается размер денежной массы, денежной базы, скорость обращения денежной базы уменьшается. На самом деле не впервые Центральный Банк Америки ФРС печатает деньги. То есть она печатала на самом деле в размере трех с половиной, трех и семи триллионов долларов, было напечатано еще в кризис 2008 года. Но что у нас происходит? Посмотрите с 2008 года на графике, вот на этом графике. Это скорость обращения денежной массы. Что такое скорость обращения? Это вот то, про что мы говорим. Люди не тратят. Деньги вроде бы количество их увеличивается, но в 2008 году деньги, которые были имитированы центральными банками, они не пошли конкретному потребителю, они не пошли населению, они пошли в банки. То есть эти деньги получили банки. В 2008-2009 году в кризисе спасали банки, спасали финансовую систему и соответственно эти деньги они целенаправленно передавались банкам. В чем специфика текущей ситуации? В том, что деньги, которые печатаются, они даются не только и не столько банкам, хотя им тоже это перепадает, и они все равно являются первичными дилерами. Но эти деньги поступают населению. Если вы можете проконтролировать, куда банк может потратить деньги, то проконтролировать, куда может направить деньги физическое или юридическое лицо, малый там, средний бизнес, вы не можете. Оно может погасить ипотеку, оно может погасить кредитное образование, оно может взять кредит и поехать куда-нибудь отдохнуть, когда карантин откроется. Оно может взять купить автомобиль в кредит или просто за наличное. То есть, соответственно, здесь вопрос заключается в том, что увеличивая размер денежной базы, наряду с тем, что процентные ставки и так являются нулевыми, фактически мировые центробанки и правительства закладывают минус замедленного действия с часовым механизмом под разгон инфляции, будущий разгон инфляции. И никто не знает, когда это произойдет. Как только увеличивается скорость обращения денежной массы, тогда мы увидим инфляцию. Соответственно, когда мы увидим инфляцию, то ответом на эту инфляцию, как это было в 50-х годах, когда отвязались от золотого стандарта. Вот смотрите, когда начала расти процентная ставка синий график? Процентная ставка начала расти тогда, когда начал расти красный график. А красный график, давайте посмотрим, когда начал расти красный график. Специально сделал, чтобы вам было понятно. Красным у нас это индекс потребительских цен в Соединенных Штатах Америки с 50-го года. Синим это процентная ставка в Соединенных Штатах Америки. Я вот специально такими кружочками с обозначенными цифрами 1, 2, 3 обозначил некие паттерны. Что у нас произошло к 50-му году, друзья? У нас к 50-му году в 47-м году Бреттенвудское соглашение отмена золотого стандарта. Инфляция сначала снизилась, ушла в отрицательную зону, фактически дефляция была в Соединенных Штатах Америки. То есть там достигло значения минус 2,5%. После этого резкий всплеск до 10% и опять коррекция. И вот мы видим цифру 2, это где-то 55-й, 60-й, ну там 55-й, да, 57-й год. Циферка 2. Цифра 3, после этого еще был небольшой всплеск инфляции и рост процентной ставки. Процентную ставку к 60-м годам подтянули вверх. Инфляция замедлилась. И после этого, друзья, что фактически мы наблюдали? Мы наблюдали, что на протяжении 20 лет инфляция непрерывно росла. И ответом на рост инфляции красный график получается с 65-го года, да, у нас начался некий такой постоянный рост, который продолжился 20 лет. 20 лет росла инфляция. То, о чем предупреждает Рейдалево. То, о чем говорит Насим Талеб, да, то есть все это не в прямую, да. Кто хочет услышать, он это услышит. Давайте, друзья, посмотрим просто. Цифра К1. Уход инфляции в отрицательную зону. 50-е годы. Нулевые годы. Вот она, инфляция ушла в отрицательную зону. Паттерн повторяется, да. То есть достаточно быстрый отскок. Опять инфляция начинает падать. Цифра 2. Отскакивает. И вот сейчас инфляция замедлилась. То есть вопрос, а находимся ли мы сейчас вот здесь, находимся ли мы сейчас там, где стоит знак вопроса, по сути, в эпоху начинающегося ледникового периода, который может составить 20 лет. Друзья, если вы хотите график безработицы, да, то есть давайте я вам покажу с графиком безработицы. Вот безработица. Вот с графиком безработицы, да, то есть где мы находимся в настоящий момент. И это то, что меня пугает, то, что меня очень серьезно напрягает, то, о чем я считаю важным сказать сейчас и как будут меняться ключевые концепции инвестирования. Ребята, пожалуйста, поставьте по шкале от 1 до 10, насколько вам понятно было то, что я сказал. Вот если кратко обозначить тезисы, тезисы следующие. Выросло два поколения людей, которые жили в постоянной парадигме падающих процентных ставок. То есть, как знаете, как в этом, в МММ, да, акции МММ завтра стоят всегда дороже, чем вчера. Вот на протяжении там 50 лет мировая экономика живет в парадигме процентной ставки завтра все равно дешевле, чем вчера. То есть в Европе уже отрицательные ставки, да, в Америке там около нулевые ставки. В Японии там тоже там не очень высокие процентные ставки. Российский Центробанк снижает ставку, друзья. Мы живем в парадигме, мы здесь в России на местах, да, мы живем в парадигме, что у нас процентной ставки никогда такой не было. Процентная ставка снижается. И, соответственно, безгранично это продолжаться не может. Сейчас получается, что процентная ставка это производная, по сути, инфляция. То есть, когда центральные банки повышают или понижают процентную ставку, они смотрят на две вещи. Это уровень безработицы и инфляция какова. Соответственно, сейчас безработица, да, вот этот вот плеск безработицы, зеленый график, который мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, он обусловлен тем, что безработица просто пока карантинные меры. Как только карантинные меры отменят, эти люди, в принципе, будут трудоустроены как таковые. Как только появится вера в завтрашний день, никто не знает, сколько это времени займет. Полгода, один год, два года, три года, может быть, еще пять лет продлится. Но, тем не менее, мы находимся в стадии, заключительной стадии, да, долгосрочного кредитного цикла. Уже факторы, которые приведут к высокой гиперинфляции, они уже заложены, они уже проведены. Правительство уже заимствовали, правительство уже выдали эти деньги. Они уже находятся у людей на банковских счетах. И здесь один вопрос, да, когда эти деньги выльются из заначки и начнут тратить. Как только их начнут тратить, деньги будут жечь руки, люди будут стремиться купить хоть что-то. И это, соответственно, разгон инфляции. Инфляция в итоге вырастет. Если будет рост инфляции, неизбежно центральные банки ответят на это. У них других вариантов нет, потому что, если вы перестаете контролировать инфляцию, она принимает галлопирующие формы. В 93-м году любые посылы правительства связаны с тем, что мы сдержим инфляцию, что роста не будет. Но по факту, когда она выходит за пороговое значение в Америке более 3,5-4%, в России, когда инфляция выходит за пороговое значение более 10% и не контролируется со стороны центрального банка, в свою очередь это приводит, что она приобретает галлопирующие формы, гиперинфляцию. А гиперинфляцию сдержать можно только резким повышением процентной ставки, что мы наблюдали в 80-х годах, предшествующих вот этому золотому веку, когда процентная ставка очень сильно в Америке выросла. Давайте предположим, что завтра ипотека будет 20%, давайте мы предположим, что завтра автокредиты будут под 30%. И вырастет она не потому, что центральный банк так хочет, а это будет общемировая тенденция. Потому что сейчас экономика, если сравнивать ее, допустим, с 80-ми годами, с 70-ми годами, сейчас экономика более глобализованную форму принимает. Корпорации занимают глобальное место. И поэтому получается все взаимозависимые. Российская экономика как некая локация, связанная с тем, что мы сырьевая экономика, у нас покупают сырье, сырье покупают компании, которые создают прибавочную стоимость. Тот же самый Китай, Латинская Америка, где создаются непосредственно товары и услуги. Так вот, я вам задаюсь вопросом. Если мы жили в эпоху постоянно падающих процентных ставок, если мы понимаем, что уже сейчас совершены вещи, которые приведут к разгону инфляции, единственное, на что нам нужно обращать внимание, это следить за показателем скорости обращения денежной массы, денежного запаса М2 в Соединенных Штатах Америки. Как только он развернется и пойдет вверх, то есть вот из-за этого пикирования пойдет вверх, мы тут же видим инфляцию. Как только мы видим инфляцию, хотя бы там 2-2,5-3 процента, процентные ставки начнут расти. И как в этом случае поступать инвесторам? Логично, что когда процентная ставка постоянно падает, растет все, и инфляция в том числе, кстати. Но сейчас, получается, инфляция не растет, несмотря на то, что увеличился объем денежной массы. Продолжение следует...